Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Чуб. Я являюсь участником сообщества «Элеврус», членом команды «Старекс». И я сейчас хочу обратиться к участникам сообщества, к руководителям команд, в том числе команды «Старекс», просто поделиться своими мыслями по поводу того, что сейчас происходит в сообществе. Ситуация сейчас достаточно неприятная, как мы видим. И самые главные проблемы, которые сегодня утром Виталий Тиора осветил, заключаются в недостаточно корректном, скажем так, функционировании обменников. В частности, участники сообщества жалуются на то, что недостаточно лимитов на обменниках, что нет денег, «Элеврус» не платит и так далее. Но в первую очередь хочу сказать, что на самом деле «Элеврус» платит. То есть я сам лично проверял балансы обменников, они появляются в течение дня, это действительно так. Но, конечно, не в том объеме, чтобы удовлетворить запросы всех желающих вывести деньги. Почему так мало объемов? Об этом Виталий Тиора, в принципе, сказал. Потому что сейчас у нас, скажем так, участники сообщества разделились на несколько категорий. Есть паникеры, которые готовы сливать свои Элькоины просто за копейки, там даже продают кабинеты целые. Есть люди, которые заняли выжидательную позицию, у которых нет жесткой потребности в деньгах и которые просто ждут, когда появится возможность снять, когда курс придет в норму, кто-то реинвесты делает. Есть так называемые перекупщики, то есть те, кто скупает как раз вот эти вот Элькоины за бесценок с целью потом их перепродать по выгодной цене. И есть владельцы обменников непосредственно, которые настраивают обменники, включают, значит, закидывают деньги на баланс и так далее. Вот. Что мы сейчас имеем, по сути? Перекупщики, значит, скупают Элькоины за бесценок и через обменники обменивают, ну, как сказал Виталий, да, на фиатную валюту. При этом они используют еще инструменты автоматизации, то есть некий специальный софт, который позволяет быстро сформировать заявку на вывод. И при этом еще мониторит обменники, то есть автоматически все это делает. Вот. Я абсолютно согласен, скорее всего, действительно такой софт есть. Вот. Однако, вот я, например, не... Ну, как, я программист, конечно, но я уже давно, на самом деле, этим не занимался. И тем не менее, я нашел простые и общедоступные программные средства в виде расширений для браузера, да, то есть, при том, для любого браузера, которые позволяют тоже частично автоматизировать свои действия, ну, связанные с выводом денег через обменник. Вот. И сформировать заявку достаточно быстро. Вот. В принципе, такие инструменты доступны каждому участнику сообщества. И я могу этой информацией поделиться, я могу записать отдельное видео. И если такой инструмент будет в руках у каждого, то шансы вывести деньги, они, в принципе, уравниваются. Соответственно, вот та проблема, которую осветил Виталий, то есть, то, что перекупщики скупают элькоины, ну, большими объемами, и потом просто с помощью программного обеспечения полностью опустошают обменники, грубо говоря, они окажутся в равных условиях со всеми остальными участниками. То есть, перекупщик скупил, допустим, там, по одному доллару тысячу элькоинов, в итоге он имеет тысячу элькоинов на счету, но если этот перекупщик не является владельцем обменника, и у него нет никаких привилегий, его права, точнее, его возможности теперь обменять эти элькоины на фиатные деньги, они абсолютно равны возможностям всех остальных участников сообщества. Соответственно, кто имеет привилегии? Привилегию имеют в данном случае владельцы обменников, то есть, те, кто как раз выставляет лимиты, балансы и прочее, и прочее. И, мое мнение, конечно, может быть, я не прав, может быть, это не так, но мое мнение таково, что, скорее всего, длинная доля вот этих вот самых перекупщиков, это как раз и есть владельцы обменников, которые абсолютно уверены в том, что, скупив за бесценок элькоины, они их потом спокойно через свой собственный обменник выведут, конвертируют там в рубли, в доллары, то есть, грубо говоря, в деньги, которые можно положить себе в карман. По сути, эта операция, это такое легальное просто перекачивание денег с хранительского счета, то есть, денег, принадлежащих сообществу, да, то есть, в чей-то частный карман. Вот, и я достоверно знаю, абсолютно достоверно, то есть, это 100% информация, что некоторые владельцы обменников этим занимаются, то есть, используют обменники в личных целях для вывода только себе самому, ну, может быть, еще своим друзьям знакомым. Поэтому, ребята, вот что я хочу сказать по поводу каких-то конструктивных решений. То, что предлагают, значит, обрушить курс элькоина, к чему это приведет, по моему мнению. Да, сейчас обменники выставят курс покупки элькоина, допустим, там, 75 рублей, 1 доллар и так далее. Что произойдет? Вот, паникеры, которые хотят срочно избавиться от элькоинов и срочно получить хоть какие-то копейки, которые вообще не верят в будущее сообщество, они будут продавать эти элькоины просто не перекупщикам, а обменникам. Но я уже говорил, что, скорее всего, большая часть перекупщиков, это и есть владельцы обменников, просто если раньше они действовали, ну, полулегально, то теперь им дается карт-бланш, да? Далее. Соответственно, владельцы обменников, которые будут иметь много элькоинов, они будут выводить их на самого себя, если они этого делать не будут, ну, естественно, уже по базовому курсу, да, то есть, естественно, не из-за бесценок. Если они этого делать не будут, у них просто будут накапливаться элькоины. А спроса на элькоины при этом не будет никакого, потому что при выставленном курсе, там, ну, 190, там, 185, там, 200 рублей за элькоин, я имею в виду курс продажи элькоинов, да, никто их покупать не будет, естественно, потому что зачем покупать за такие деньги элькоины, если они продаются, то есть, если они покупаются за копейки, вот. Соответственно, до тех пор, пока в таком случае владельцы обменников не уронят и курс продажи элькоинов до того же уровня 1 доллар, спроса на элькоины не появится. Плюс, ребята, в такой ситуации, грубо говоря, все наши внутренние балансы в элеврусе, они тоже обесцениваются. Они обесцениваются вместе с элькоином, то есть, по сути, мы роняем эту криптовалюту просто полностью. И если такая тенденция пойдет, то криптовалюта обесценится просто окончательно, она ничего не будет стоить. И все наши балансы на кабинетах, они тоже ничего не будут стоить. И скажите мне тогда, кто из потенциальных участников сообщества захочет вводить деньги? По сути, это как раз то, что называют скамом. И я очень не хочу, чтобы это случилось. Поэтому я хочу предложить конструктивные решения. Во-первых, на мой взгляд, меры должны быть следующими. Первое, это пресечь наша задача, деятельность, скажем так, перекупщиков. То есть, чтобы люди не сливали за бесценок внутреннюю валюту, а, соответственно, кто-то на этом не наживался. Как это сделать? Очень просто, ребята. Первое, это фиксация курса на обменниках, жесткая фиксация. То есть, грубо говоря, нужно в принудительном порядке заставить владельцев обменников выставлять определенный курс. Допустим, покупка илькоинов до 185 рублей. И ни в коем случае не меньше. Это первый шаг. Второй шаг, это блокировка внутренних переводов. Учитывая, что сейчас динамика притока очень слабая, и я думаю, что операции внутренних переводов, они не особо востребованы. Точнее, они используются сейчас как бы преимущественно, как раз таки для того, чтобы скупать за бесценок внутреннюю валюту. Ну и, соответственно, продавать ее за бесценок. Можно сделать исключение при таких мерах для людей, которые заводят в сообщество новые взносы. То есть, предположим, если у меня на балансе есть миллион рублей, и хочет мой партнер вложить, например, 500 тысяч, то по отдельной заявке можно дать возможность сделать внутренний перевод ровно на ту сумму, которая будет вводиться. Просто для того, чтобы было удобно людям вводить в такой ситуации. Ну, как бы в виде исключения. Но в остальном, я считаю, что нужно, конечно, это заблокировать, и это будет правильная мера. Таким образом, у нас курс Элькоина, он зафиксируется жестко. То есть, ни у кого уже не будет возможности его продать или купить дешевле или дороже заданной стоимости заданного курса. Следующая мера – это, конечно же, воздействие на владельцев обменников. Притом, это достаточно жесткая мера, которая должна быть применена к владельцам, и конкретно это запрет нецелевого использования, скажем так, обменника и средств, находящихся на хранении средств сообщества у хранителей. То есть, использование обменников для вывода самому себе нужно пресекать. Я понимаю, что это, конечно, наверное, сложно, да, потому что если тут можно просто много вариантов придумать, допустим, я могу выводить не самому себе, а своему там соседу, да, то есть на его реквизиты, которые просто пока не засвечены еще в Элебусе. Но, тем не менее, вот у меня, например, лично была такая история, да, когда я сформировал на обменнике заявку на вывод денег, мне звонит хранитель, владелец обменника, и говорит, что у меня нет денег, мне нечем платить, я вам верну Элькоины. Я говорю, что значит нечем платить, у вас на обменнике был баланс, иначе бы моя заявка не сформировалась бы. Она говорит, я деньги, значит, зачислила на баланс для того, чтобы вывести их самой себе, а ты меня опередил. Вот, поэтому я ничего платить тебе не буду и верну Элькоины. Ну, она мне Элькоины, конечно, так и не вернула пока, но суть в том, что человек использовал обменник только для вывода самой себе. Хотя она сказала, что у нее 100 тысяч рублей есть на хранительском счете, как минимум. Но, на мой взгляд, вот это вот и есть та самая деятельность, которая очень сильно вредит сообществу. Именно поэтому, на мой взгляд, на обменниках и нет баланса. Тем не менее, можно, например, ориентироваться на отзывы людей, которые попадают в такую же ситуацию, как я, то есть, которые поймали баланс, например, но хранитель им сказал, что он ничего не заплатит. Все, это уже основание для того, чтобы уличить хранителя в таких действиях и пресечь эту деятельность, наложить какие-то санкции. Что нам это даст? В таком случае, просто все члены сообщества, независимо, является он владельцем обменника или не является, будут поставлены в равные условия. На мой взгляд, это очень важная мера для того, чтобы система полноценно функционировала обменников. Ребята, может быть, я, конечно, не прав, может быть, я чего-то не понимаю, но я несколько раз посмотрел видео Виталия с предложением обрушить, значит, курс криптовалюты, но я так и не нашел в этом предложении разумного зерна, честно говоря, потому что я попробовал в голове прокрутить все варианты, ну, к чему это может привести, и никаких хороших перспектив я от таких действий не вижу. Тогда как то, что предлагаю я, это все-таки конкретные меры по борьбе с конкретными проблемами, которые сейчас присутствуют, то есть которые сформировались именно внутри сообщества, ввиду тех внешних проблем технических, то есть связанных с переходом на новую систему. То есть наша задача, в принципе, стимулировать приток денег в сообщество, то есть стимулировать тех же менеджеров, чтобы они не занимались тем, что выводят деньги с баланса в сами себе через свои же обменники, а чтобы они привлекали новых людей в сообщество, чтобы они развивали сообщество. Ну, это касается и хранителей, и менеджеров, которые не являются хранителями, да, и самое главное, нам нужно создать, скажем так, привлекательные условия для тех людей, которые сейчас, например, заняли выжидательную позицию и раздумывают вступать или подождать, когда все нормализуется. То есть этих людей нужно спровоцировать, то есть дать им вот именно какую-то уверенность, да, в том, что у нас все будет хорошо, все будет развиваться и двигаться вперед. И я абсолютно уверен в том, что обвал курса Элькоина ни в коем случае такой уверенности никому не даст, а наоборот. Ну, в принципе, это все, что я хотел сказать. Не судите строго, если я вдруг где-то неправ. Это просто мои мысли, и я хочу, чтобы вы их услышали и проанализировали. Спасибо всем за внимание. Всего доброго. На связи был Андрей Чуб, команда Starx. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось, ставьте лайки. Но в первую очередь призываю всех задуматься над сказанным. Всего вам доброго. До свидания.